Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим об обновлении 9.1, а именно о эпическом мега-подземелье Тайный рынок Занавеш? Занавеска? Давайте как правильно глянем, как оно называется. Тайный рынок Тазавеш. В общем-то, в подводителе приключений оно появилось уже давно, и можно было давненько уже глянуть лут, который падает с этого подземелья. В тот момент, когда только добыча была введена, она была 210-го итем-левела, и там были уровни улучшения. Уровни улучшения, которые мы увидели впервые в обновлении 9.0.5. То есть, используя доблесть, мы можем просто-напросто улучшить вещицы до 246-го итем-левела, если получим их с этого подземелья в обновлении 9.1. Но разработчики много чего меняют на ПТРе, то есть что-то добавляется, что-то сразу меняется при этом. Но эти вещицы тронули только сейчас. 246-й итем-левел можно было бы получить, если была бы возможность улучшения вещей за доблесть с этого подземелья. 246-й итем-левел это очень круто, если подумать. Откроем рейды, откроем рейд, святилище господства, откроем ласта героического последнего босса, и увидим, что падает 246-й эквип, и скиллтузады тоже. То есть, предластовый босс, ластовый босс радуют нас повышенным итем-левелом. Так, получается, просто-напросто тайный рынок за веш немножко поменяли по луту. Не в плане выпадаемых вещей, а в плане итем-левела этих вещей. Если на текущий момент мы откроем путь водителя по приключениям, откроем какого-либо босса и рассмотрим список лута, то увидим, что вещицы имеют просто-напросто 226-й уровень предмета, без возможности улучшения. И, само собой, мне есть что сказать насчет этого, есть плюсы этого действия, есть минусы. Начнем, пожалуй, с плюсов. Плюс в том, что те люди, которые, например, не очень много, не очень долго, играли в обновление 9.0, 9.05, не проходили эпохальные рейды, не закрывали хотя бы 14-е ключи ради того, чтобы наполнить великое хранилище, эти люди смогут просто-напросто зайти в это подземелье, полутать вещей, парочку, и довольные пойдут дальше покорять контент, одеваться, проходить там новые мифик-плюсы в плане увеличенного лута по этом левелу, и могут спокойно покорять новый контент в вещах, более высокого итем-левела. Это круто, это замечательно, это реально хорошо, потому что 226-й итем-левел это уровень предмета, как с недельного хранилища, 14-го, 15-го ключа, так и с эпохальных рейдов. Окей, это плюс. Единственный, я только один его нашел, но есть и минус, тоже один нашел. Минус для тех, кто играет долго, много, давно и одет идеально. Например, я. У меня 226-й итем-левел, у всех абсолютно вещей, у некоторых даже 233-й, и я так задумался, а какой смысл вообще идти в это подземелье человеку, который одет с мифик-рейдов, который одет с эпохальных подземелий, ну имеется в виду с великих хранилищ. То есть смысл просто-напросто ноль. Окей, можно получить какой-нибудь аксессуар, например, тайный прием солей смотрится довольно-таки интересно. А что другое? Зачем еще что-то дропать вообще в принципе? То есть я просто попрошу инвайт на ластау, кого-нибудь кто-нибудь уступит, наверное, и возьму этот ринкет, если он, конечно, выпадет, и если он по итогу по симкрафтам будет лучше, чем там геральдика, чем еще какой-либо аксессуар. Стоит задуматься еще и об этом, потому что вроде бы как аксессуар смотрится круто, но посмотрим на практике. А лутать что-либо другое, да, какой вообще смысл от этих 226 вещей, если уже надеты 226 вещицы? Запястье есть, конечно, с интересным эффектом для PvP, но они без универсальности. То есть такой еще микро-момент имеется. Как-то так, один плюс, один минус в пользу этого действия. Ну, как говорится, компания Blizzard лучше знает, что нужно игрокам, и если уж они сделали 226-й этом левел у этих вещей стандартный, то, что его нельзя улучшать, то пусть оно так и будет. Но раньше было лучше. Дропнуть какую-нибудь вещицу 210-ую и улучшить ее до 246-го этом левела при прохождении всех пятнашек второго сезона, а там еще и ачив переделали на эти пятнашки, так что там еще веселее. Вот, но все же улучшать вещицы было бы лучше. Просто актуальность подземелья была бы выше. Я не думаю, что большое количество людей пойдут сразу в тайный рынок, да завеш, за вещицами. Особенно одеты трейдеры. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!